Девушки отдыхают Девушки отдыхают Возьмёт, встанет и уйдёт Потерпите немножечко Поговорим О такой теме Она, наверное, уже Как говорят иногда, затёрта Эта дырма в то же самое время Несколько всё-таки аспектов Я хотел бы донести Именно и вложить в ваши души Влияние Поста и молитвы На историю Давайте одного человека На историю какой-то конкретно взятой общины Или даже на историю Целого государства Возможно ли, чтобы молитва и пост Одного даже человека Каким-то образом влияли На историю целого государства И я вам так и хочу сказать Что такое возможно И в Священном Писании Есть не бесчисленное количество Но всё-таки несколько Эпизодов В книге Они приведены Как примеры И скажу откровенно Мои наблюдения И я думаю Вы согласитесь В своём большинстве В том, что В области поста и молитвы В современной церкви В жизни современных христиан Но есть просто большой Скажем урон Недочёт в этом плане Враг там поработал В этом поле Очень хорошо И сегодня Для многих христиан Пост и молитва Являются Знаете Уделом Каких-то особых Духовных людей Специально обученных Которые должны Нести это служение Молитвенное Или там даже Пускай Поститься Каким-то образом А они будут заниматься Чем-то другим Тоже важным Служащим на расширение Царства Божьего Царства Небесного А пост и молитва Она как-то Уходит на второй план На третий Чем-то становится Неважным И вот тут Мне кажется Есть большая Ошибка Многих людей Многих верующих Хороших Действительно Хороших Братьев и сестер Мои наблюдения Даже из моей жизни Они Подтверждают То, что Сегодня нам надо Скажем Подтягивать Наши личные отношения Они находятся Практически всегда Возле своей матери Со мной Когда я Нахожусь Дома Моя старшая И средняя Моя старшая И средняя Они уже Знаете Они любят Уединяться Они любят Иногда Оставаться Одни Они уже Они стали Такими Самодостаточными Они уже Не требуют Такого внимания Родителей Отца Своего В жизни Христиан Таких же самых Уже С каким-то Неким Стажем Наблюдается Точно Такая же Самая Тенденция Знаете Они уже Не Уже Как бы У них уже Есть Некий Опыт Погаш Знаний Они уже Знают Как действовать В этой Ситуации Как действовать В той Ситуации Их жизнь Как бы Научила Зачем Прибегать И приходить К Богу Молиться О чем-то Абсолютно Не надо Поститься Это вообще Страшное Слово Для Некоторых И Вы Знаете Действительно В этом Есть Такой Момент Которым Надо Задумываться Каждому Из Нас Друзья Слово Божье Говорит Вы Знаете Не Войдите Как дети Не Войдете В царство Небесное И это Действительно Так То есть Нам Нужно Быть Всегда В таком Состоянии Находиться В состоянии Маленького Ребенка Который Всегда И Везде Нуждается В своем Небесном Отце Нуждается Он Хочет Он Не Может Без Него Без Помощи Без Совета Это Очень Важно Вот Именно Здесь Нам Нужно Скажем Так Поработать Над Этим Давайте Обратимся К Священному Писанию Иван Матфея 26 Глава 41 Стих Очень Знаменитое Место И Здесь Написано Такое Бодрствуйте Бодрствуйте Молитесь Чтобы Не Впасть В Искушение Дух Бодр Плодже Немощ Что Будет Если Мы Не Будем Бодрствовать И Молиться Ну Давайте Представим Это Доказательство От Обратного Вы Обязательно Впадете В Искушение Друзья Если Вы Верующий Человек Если Вы Обновленный Человек Скажем Так Если У вас Нет Молитвенной Жизни Если Вы Не Бодрствуете Не Наблюдаете За Собой Не Блюдете Своего Внутреннего Человека Друзья Вы Однозначно Сто Процентов Доказанно Впадете В Искушение Я Впаду В Искушение В такие Минуты Именно Здесь Это место Оно Концентрировано Оно Кричит К каждому Из нас И Шуа Как бы Обращаясь К своим Ученикам Апостолам Он Говорит О том Что Да Давление Невероятное Жизнь Она Действительно Дает Она Она Просто Всяческим Образом Старается Каждого Из нас Сбить С ног Мы Несем Какую-то Опасность Для Царства Царства Противника Нашего Да И Поэтому Он Всячески Старается Сбить Он Старается Вместить Нас В свое Информационное Поле Это Война Информации Простите Что я так Говорю Но это Действительно Так Это Война Информации Если Мы Не будем Находиться В информационном Поле Бога Мы Однозначно 100% Будем Находиться В информационном Поле Нашего Противника Поэтому Мы можем Понести Огромнейший Урон Друзья И я Вижу Как Многие Люди Сегодня Христиане Хорошие Действительно Хорошие Братья И сестры Благосовенные Можно Так Даже Сказать Они Не понимают Почему В их Жизни Происходят Некие Вещи Ответ Прост Бог Не может Поддержать Нас Он Не может Нас Ободрить В минуту Именно Такого Давления Невероятного Мы Просто Не приходим К нему Мы Не просим И не имеем Этой Поддержки Потому что Не имеем Потому что Не просим Все очень Просто Действительно И я Считаю Что В этом Смысле История Соединенных Штатов Америки Она Очень Показательна Давайте Скажем Так Перенесемся На 150 Лет Пазад Во времена Врама Линкольна Известнейшего Да Это Такая Неординарная Личность Человек Как я считаю Большого Сердца Духовная Личность Это Христианин Это Президент Это Очень Интеллектуальный Интеллектуально Развитый Мужчина Скажем так И Возвание Которое Он Написал Нации Интереснейший 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 Документ Я немножко Попробую Прочитать Из того Что О чем Здесь Говорится 30 апреля 1863 Года Датирован Этот документ Этого Звания Смотрите Что Написано Цитата Посему Исполняя Требования И полностью Соглашается Вглядом Из Сената Я Настоящим Званием Объявляю 30 апреля 1863 Года Вторник Днем Всенародного Смирения Поста И молитвы Призываю Весь народ Воздержаться В этот день От своих Обычных Мирских Занятий И провести Служение В установленных Местах Общественных Собраний И в своих Домах Соблюдаем Себя Святости Для Господа И посвящая День Смиренному Исполнению Такое Страшное Слово Религиозных Обязанностей Соответствующих Этому Торжественному Случаю Почему Вообще Этот документ Появился В истории Почему В какой-то момент Я считаю Что Отцы-основатели Государства США Они увидели В какой они Опасности Находятся Помните Царя Давида Господи Узри Не на опасном ли я Пути Узри Не на опасном ли я Пути То есть В какой-то момент Мы как люди Мы не видим Мы то думаем Что мы идем Правильно Мы находимся В правильном положении Абсолютно нет Бог может Это показать Бог может Показать Что Дорогой Дорогие Вы двигаетесь Неправильно Вернитесь Вернитесь Вот я вам поставил Памятные знаки Да Вернитесь Туда Куда я Вас веду Куда я вам Показываю И Авраам Линкольн Конкретно Авраам Линкольн Он как бы Утверждает И говорит Такие вещи Мы Умножились Числом Возросли В богатстве И силе Как ни один народ В заблуждении Наших сердец Мы самонадеянно Вообразили Что все эти Благословения Мы обрели Благодаря своей Собственной Мудрости И добродетели Мы стали Слишком самонадеянными Слишком Воспобедились Чтобы молиться Богу Который Сотворил Нас Вот в чем Это Вот это Вот такое Вот Возвание Я Честно Я бы Просто был Очень рад Если президент Украины Сегодняшний Президент Украины Он сделал бы Возвание Такое Из книги Ионы Вы все Знаете Когда Этого Пророка Бог посылает В Ниневию В столицу Василийской империи Самой могущественной На то время И мы знаем Как Как еврей Как израильтянин Иона Относился Именно к этому Государству Но Бог Повелел И сказал Иди И скажи Да О том Что Если они Не покаяться Через 40 дней Я их просто Уничтожу Придет суд Божий Произведет Что-то страшное С вами С вашим государством С вашими детьми И И мы знаем Как Отреагировал Царь Ассирийский Мы знаем Как отреагировал Народ Это вообще Это интересный момент То Вот та наша Реакция Сначала Осознание Того Что Человек Находится Государство Находится В некой проблеме Оно Приносит Благословение Бог Снимает Человек Раскаивается Человек Пастится Человек Наверное Молится Это интересный момент Мы знаем Вроде бы Только Израиль Божий народ Он знает Бога Но здесь Перед кем Кается Ассирийский Царь Что он Делает Он Одевает Вретище Он Постится Постится Это Меняет Историю Его государства Его личную Историю Это Снимает Суды Божии С него С его Семьи Это Очень Интересный Момент Мы Должны Такими же Самыми Быть Чуткими К этому Поэтому Я считаю Что Такое Внимание И Такая Роль Поста Молитвы В нашей Жизни Она Очень Огромна Друзья Обратите Внимание На то Я Просто Призываю Вас К тому Чтобы Приближаться К Богу Молитва Это что-то Уникальное Это не Просто Знаете Инструмент Для того Чтобы Влиять На Историю Абсолютно Нет В этом Есть Что-то Интимное То Интимное Которое Делает Меня Особенным В глазах Других Людей В глазах Даже Бога Через Молитву Я просто Освещаюсь Мы Должны Вернуться Действительно Вернуться Я практически Уверен Мы Забыли Как Даже Как Молиться Друзья Молитва Очень Наша Самая Еврейская Молитва Которая Только Может Быть Она Знаете Я Когда Прочитал До Меня Просто Дошло Апостолы Которые Приходят Кишу Они Говорят Научи Нас Молиться Странное Дело Евреи От Евреев Которые Просто Росли Они 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 Родились Они Учились Они Знали О молитве Наверное С самого С самого Своего Раннего Детства Они Видели Как Это Делают Другие Возможно Когда Некоторые Из них Были Учениками Иоанна Христителя Баптиста Дом Стать Становятся Учениками Ишу Они Приходят И Говорят Научи Нас Молиться Друзья В своей Самонадеянности Я вам Скажу Так Нам Просто Так же Надо Учиться Молиться Этому Нужно Учиться А Как Это Делать Делать Это Возможно Только В практике На практике Мы Должны Практиковать Молитву Мы Мы Должны В молитве Приходить Богу И Понимать Что Бог Через Молитву Он Делает Что Окружает Нам Не Видно Но Те Люди Которые Говорят С тобой Что-то Случилось Я Практически Уверен Это Именно Роль Поста И Молитвы Она Вот Она Сыграла Ключевую Ключевую Роль В нашей Жизни Я Также Видел Других Людей Которые Старались Посредством Поста И Молитвы Влиять На На Историю Скажем Так С силой Заставить Бога Делать Что-то То Что Мы Считали Нужным Правильным То Что Мы Хотели На Бога Нельзя Влиять Таким образом Никогда Многие Люди Разочаровываются Они Говорили У меня Есть Знакомый Который Пять Дней Сухой Пост Соблюдал То есть Не пил И не ел Представляете Да Он Хотел Достигнуть Или Требовал От Бога Какого-то Ответа И В конечном Итоге Бог Ему Не ответил Он Разочаровался Это Не Самая Главная Цель Через Такие Скажем Шантаж Выбить У Бога Нам Нужный Какой-то Результат Ни Ни В коем Случа Не Не Пробуйте Этого Делать Это Очень Опасный Путь Который Приведет Нас К Какому-то Разочарованию Я Практически В этом Уверен Молитва Это То Что Помогает Помогает Увидеть Правильное Направление В каком Мы Должны Двигаться Бог Нас Действительно Ведет Через Молитвы Друзья Ведет По пустыне Действительно В области Какой-то Опасности Но Он Ведет Нас Через Молитвы Через Посты Это Та Область Где Мы Находимся И В защите И В шаломе Абсолютно Такое Бывает Я думаю В жизни Каждого Из нас В моей Жизни Так Было Когда Вокруг Ты Видишь Происходят Невероятные Вещи Страшные Вещи В какой-то Другой Момент Своей Жизни Я бы Испугался Это Было Меня С ног Но Когда Я Нахожусь С Богом В честных Отношениях С Ним Мне Спокойно У меня Мир Бог Говорит Все Даю Мир Не Такой Как Этот Мир Я Даю Вам Вот Это Очень Важно Понимать Через Молитву Через Пост Когда Мы Смиряемся Когда Мы Приходим К Богу Бог Нас Ведет Мы Хотя Б Интуитивно Понимаем Отсутствие Молитвенной Жизни Это Очень Опасный Путь Опасный Путь Для Христианина Но Если Человек Ведет Активную Молитвенную Жизнь К Чему Это Может Привести Ну Очень Красочный Пример История Из Второй Книги Моисея Вы Помните Когда Израиль Он Воевал С Самариком Давайте Я Прочитаю Этот Отрывок И Пришли Меликитяне И Воевали С Израильтяне В Рефидиме Маше Сказал И И Выбери Нам Уже И Пойди С Резисам Меликитяна И Завтра Я Стану На Вершине Холма И Жезл Божий Будет В Руке Моей Жезл Божий Будет В Руке Моей И Сделал И Его Как Сказал Маше И Пошел Сразиться С Меликитянами А Маше Арон И Орз Зашли На Вершину Холма И Когда Маше Поднимал Руки Свои Одолевал Израиль А Когда Опускал Он же И Ор Поддерживали Его Один С одной Страной Другой С другой Страной И Были Руки Его Подняты До Захождения Солнца И Низложил Его Шрам Малика И Народ Его Остреем Меча Знаете Один Еще Пастырь Сказал Одну Такую Вещь Он Сказал Бог Делает Что-то Только В ответ На Нашу Молитву Многие Христианы Живут Такой Жизнью Верующие Сегодняшние Современные Люди Они Как бы Они Говорят Да Бог знает Все Он знает Все Мои Мысли Таки Да Таки Аминь Он знает Все Наши Мысли Но Бог Почему-то Должен Сам Вот Знать Прочитать Наши Мысли И Сделать Соответственно Тому Что у Нас Находится Вот Здесь Но Мы Не отдаем Это Бог Мы Прячем Это От Бога Бог Будет Делать Действительно В ответ Только На То Когда Мы Будем Приходить К Нему И Будет Происходить Какое-то Действие Это Произошло С Израилем Маше Пошел И Отдал Это Богу Мы Провозглашаем Мы Говорим Что Да Мы Верим В силу Молитвы Мы Говорим Об Но Мы Этого Не Демонстрируем В наших Словах Нету Сил Нету Действия Вот Почему Многие Сегменты Нашей Жизни Области Нашей Жизни Они Находятся В Запустении Я Хочу Сказать Одну Такую Вещь Что Бог Почему Еще Терпит Или Еще Принимает Землю Да Потому Что Мы Есть На Этой Земле Мы Та Соль Которая Позволяет Скажем Так Осаливает Эту Планету Да Еще Всех Делает Приходной Скажем Так В руках Господа Бог Принимает Именно Поэтому Эту Землю Таким Образом Послание Ко Лосинам Апостола Шауля 4 Глава 6 Стих Говорит Слово Ваше Да Будет Всегда С благодатью Приправлено Солью Дабы Вы знали Как отвечать Каждому Знаете Я многих Слышал Проповедников Я многих Слышал Действительно Очень Грамотных Интересных Людей Но Когда Ты Слушаешь Какое-то Слово Говорит Правильный Человек Но Ты Не Принимаешь Его Потому Что Он Говорит Правильные Вещи Но Он Не Живет Так Это Как-то Интуитивно Чувствуется Когда Человек Говорит О том О чем Он Знает О том Что Он Переживает Ты Это Принимаешь Ты Эту Пищу Принимаешь Она Действительно Она Со Вкусом Она Приправлена Солью Друзья Поэтому Даже Если Мы Свидетельствуем Кому-то Нашим Ближним Соседям Я не знаю Родственникам Кому Угодно Правильные Вещи Но Мы Не Живем Таким образом Люди Интуитивно Это Понимают У У нас Нет Того Фундамента Который Мы Подкрепляем Наши слова Они Наши слова Они Не Приправлены Теми Отношениями Которые Должны Быть У Нас Богом Мы Соль Земли Это Действительно Так В книге Иова Шестой Главе Есть Риторический Вопрос Едят Ли Безвкусное Без Соли Ответ Очевиден Если Пища Безвкусная Ей Может придать Вкус Именно Соль Именно Так И Как я Сказал Раньше Мы Являемся Для Бога Той Солью И Именно Мы Даем Этой Безвкусной Земле Какой-то Вкус И без Назвы Для Бога Не было бы Ничего Приемливого То что Он бы Готов Был Принять На этой Планете То есть Ну Как бы Только потому Что мы Есть Божьи Суды Не совершаются Ну просто Вот В данный Момент Друзья Потому что Есть Ты Есть Я Бог Милует Вообще Всех Каждого Из нас Я практически В этом Уверен Да Есть Много Других Мест Писания Которые Говорят О том Что Бог Возводит Солнце Над Добрыми Над Злыми И тому Подобное Друзья Я Все Таки Уверен Что Такой Красочный Пример Из Книги Берешет Вы Помните Когда Слух О Беззакониях Содома И Гомора Он Донесся До Бога И Бог Снизошел На землю Для того Чтобы Убедиться Действительно Ли Это Так И Он Идет Со Своим Верным Другом Авраам Да И У них Происходит Как бы Такая Торх Такой Как бы Интересный Момент Вы знаете Почему Интересный Момент Потому что Авраам Он Наставит На том Что Он Говорит Богу Слушай Напоминает Богу О Его Личностной Характеристике Говорит Ну Не Можешь Ты Бог Праведный Погубить Нечестивого Грешника Вместе Справедным И Бог Говорит Таки Да Это Действительно Так Если 50 Человек Я Найду Как Ты Просишь В Этом Городе Я Не Уничтожу Этот Город И Вы Знаете Вы Помните Авраам Дотраговался До Десяти Человек Да Сегодня Мы Это Называем Десять Человек Праведников Это Минимальное Количество Это Меня Необходимо Для Того Чтобы Создалась Синагога Да Какая Но Эти Десять Человек Они Могли Сохранить Город Ну Если Так По Историческим Данам Сотреть Содом Или Гамора Они Были Города В Которых Проживало Ну Не Менее Десяти Тысяч Человек То Есть Один Праведник Он Сохранял Жизнь Тысячу Неправильным Людям Друзья Я Практически Уверен Я Утверждаю Что Некоторые Общины Церкви Еще Существуют Потому Что В Числе Членов Этих Общин Находятся Еще Вот Такие Люди Которые Стоят Правильно Перед Богом Их Положение Они Полностью Отдали Себя Богу Они Клинопреклонные Они Всегда Находятся Перед Богом Они Молятся Они Просят За себя За Тех Кто Вокруг И Те Все Кто Вокруг Они Пользуются Плодами Этих Праведных Людей Я бы Хотел Чтобы Действительно Количество Этих Праведных В наших Церквях В наших Общинах Становилось Больше И Больше Ты Можешь Быть Таким Каждый Из Нас Может Быть Таким Тем Ходатаем Который Будет Стоять Перед Богом Это Очень Важно Скажу Одну Такую Вещь Вот Из Того Разговора Который Бог Дает Понять Что Он Принимает Принцип Сформулированный Авраамом Как Важно Чтобы Все Верующие Понимали Если Мы Сделались Праведными Через Веру В Ешуа Если Наша Жизнь Является Истинным Выражением Нашей Веры То Бог Никогда Не допустит Чтобы Мы Попали Под Те Суды Которые Он Приготовил Для Неверующих Смотрите Как бы То Что Происходит Вот Иногда Исправенным И неисправенным Оно Оно Внешне Очень Похоже Но Оно Отличается По своему По своему Источнику Своей Цели И Своим Результатом Это Очень Нужно Понимать Действительно Существует Гонение За Праведность Я Уверен В Это Гонение Их Источник От Гонений От Беззаконников Как Мы Понимаем Что Некоторые Люди Они Действительно Гонимы За Праведные Люди Их Как бы Недолюбливает Многие Говорят Святошими И тому Подобное Их Называют Не Всякими Словами Но Они Исходят Эти Источники От Неправедных А Вот Божий Суд Праведный Никогда Не Попадет Под Божий Праведный Суд И Честно Говоря Очень Страшно Попасть В руки Бога Живого То есть Мы Знаем Писание И об этом Нам Действительно Много Написано Страшно Впасть В руки Бога Живого Друзья То есть Вот То Что Происходило Если Мы Будем Являться Той Солью Являться Тими Праведными Мы Можем Влиять На Историю Не Просто Как я Уже Сказал Наших Общин Наших Церквей Мы Можем Повлиять На Историю Наших Городов Если В Этой Сколько У нас Населения Украина По Последним Переписям Уже Давно Переписи Не Было 43 Миллиона Сколько Нужно Праведников Чтобы Бог Помиловал Украину Простая Арифметика 43 Тысячи Человек Вот Если В Украине Найдется Такое Количество Людей Правильно Стоящих Перед Богом Бог Помилует Страну Это Очень Важно Понимать Псалом 90 Знаменитый Псалом Псалом Певец Утверждает Обетование Верующим Послушайте Пойдет Подли Тебя Тысяча И Десять Тысяч Одесну Тебя Но Тебе Не Приблизиться Только Смотреть Будешь Очами Твоими И Видеть Возмездие Нечестивым Каким Бы Наступил Суд В качестве Возмездия Нечистые Он Ни В коем Сущем Не Пойдет На Праведного Тебя правильное положение перед богом защитить им как я сказал многих даже беззаконных есть еще как бы друзья другая другое качество соли первое качество слове я уже сказал она придает вкус пищи на безвкусной пищи второе не менее важное качество соли это предотвращает разложение ну если вы не знаете то лет так наверно 200 там удар возьмем давайте 200 лет не было холодильников мои дети тут даже меня спрашивает папа а вот как же как же вы жили без телефона да мы жили без телефонов и более даже вам скажу люди когда-нибудь когда-то жили лет 200 тому без телефона без холодильников но они все равно уходили в длительные путешествия как говорят моряки ходили долгие плавания брали с собой запасы пищи и вот роль холодильников выполняла соль она не позволяла пищи портится и поэтому как бы мы также в каком-то смысле мы должны помешать этому процессу разложения то есть мы знаем да мы конечно же осведомлены про информированы о том что да этот мир скатывается в полную скажем такую яму политического духовного этического кризиса это действительно так мы все что мы можем как соль мы можем приостановить этот процесс это действительно так мы знаем что павел нам объясняют своем наставлении какой-то момент истории человечества действительно будет явлен человек человек беззакония как его называют или надо какой-то сверхъестественная какая-то личность которая будет управляема самими сатаной его по-разному называем называет писание зверем сыном погибели человеком греха и тому подобное то есть это много эпитетов словосочетаний относящиеся именно к нему мы знаем что появление такого сатанинского диктатором на неизбежно павел говорит шауль с уверенностью о том что и тогда откроется беззаконник это второе послание фессалоникийцам 2 глава и мы знаем также что сама шерек он убьет он произведет суд окончательный суд именно на даты личностью на даты сверхъестественной такой греховной личностью написано и господь убьет духом уст своих вообще интересное место я как бы маленькое отступление хотел бы сделать духом уст своих это как бы дуновение уст своих я практически уверен что бог наш господь наш маши их наш царь наш спаситель он расправится с ним очень просто духом то есть дуновение уст своих это интересное место то есть он для него не представляет никакой трудности он ему не противник неравный ему и он с ним справится очень просто и мы должны понимать что наш господь он уже победил он уже своей победой делится с каждым из нас друзья мы должны это понимать должны знать об этом но все-таки есть проповедники которые выщут о том что да антихрист придет это неизбежно и мы с этим ничего не можем поделать и я видел таких многих христиан которые принимают это учение они говорят но что мы можем сделать что мы можем противостоять и противопоставить этой личности также написано а если написано это прощество должно случиться вот и мы ничего не можем делать и да не будем ничего делать такая позиция пассивности она трагична друзья она как бы способствует для того чтобы мы не принимали никакой никакого участия не в нашей не в молитвенной жизни абсолютно не в жизни общины никак вас нигде не видно у нас нету никакого плода они как бы такие люди утверждаются на учении вот таком что вот придет человек беззаконие и что мы можем сделать это беда это действительно так но я вам хочу сказать что что с этим ничего не можно поделать это неправда есть в настоящее время сила которая противостоит тому чтобы дух антихриста скажем он пришел только в полную силу давайте мы прочитаем то что пишет шульном во втором послании фессиональные кийца 2 глава ну такое в современном переводе давайте так прочитаем и ныне вы знаете что сдерживает его человека греха скажем так пока он будет обнаружен в свое время ибо тайная сила беззакония уже в действии только тот кто удерживает его теперь будет продолжать его держим до тех пор пока не будет взят это удерживающая сила которая препятствует полному и окончательному я водворению антихриста эта сила называется руах и кодыш мы знаем это дух святой и вот так это не сила неправильно то есть это личность обладает этой силой и вот эта личность которая обладает этой силой она пребывает в церкви на в его детях детях божи и церковь или вот великого служения руах и кодыш духа святого это приготовить совершенное тело для жениха вот в чем когда он это сделает после завершения его работы дух рог он предстанет представить невесту перед женихом и вот как только служение святого духа закончится внутри церкви он снова будет взять от земли забрав с собой завершенное тело миссии поэтому можем как бы вот тут прочитать вот это заявление еще раз его остановим на нем остановимся 2 фессононикидцам удерживающие его то есть антихриста теперь будет действовать до тех пор пока не будет взят противопорство святого духа и антихриста написано первым послание и она давайте мы откроем его первое послание и она вот это противопорство между противопорством между духом святым руах и кодыш и духом антихриста описано в первом послании и она 4 ты давайте мы почитаем всякий дух который не исповедует еще миссии пришедшего плоти не есть от бога но это дух антихриста о котором вы слышали что он придет и теперь уже есть не дети вы от бога и победили их ибо тот кто вас больше того кто в мире мире действительно уже действует этот дух антихриста и и работа его направлена на то чтобы подорвать подорвать саму основу веры да как бы в его учениках учениках бога вы знаете такое место оно интересно которое звучит так что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь я практически утверждаю что вот это вот предел рост этого беззакония она действительно будет происходить даже в церкви и охладевать любовь будет среди верующих то то есть тех кто называется не детьми божьими это страшно друзья поэтому я считаю что нам нужно быть очень очень внимательно и последствия провала такого если мы все-таки примем да вот эту парадигму о том что мы ничего не можем сделать вот эту ошибочную версию скажем так которую дух антихриста сможет некоторых вложить им в головы последствия такие провала это просто катастрофа потому что как соль мы несем двойную мы просто все двойную ответственность это не просто какие-то перри привы и преимущества это ответственность которую мы несем перед и людьми и перед богом во-первых благодаря нашему присутствию бог не лишает землю своей милости вот это нужно понимать во вторых силы святого духа руаха кодаш у нас мы сдерживаем именно силы руаха кодаш мы сдерживаем процесс разложения и до назначенного богом срока я считаю да этот этот процесс он произойдет но до тех пор пока будет не взят не взята церковь на осуществляйте цели на цель выполняет как бы роль барьера препятствует осуществление крайне амбициозных целей духа антихриста то есть он хочет подчинить своей власти мир мы стоим на 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 препятствии мы становим мы есть этим барьером если мы не выдержим то это будет по-настоящему это катастрофа не просто для каждого из нас это катастрофа для мира и я уверен что работа духа антихриста направлена антихриста она направлена на то чтобы отступили от слова отступления во втором послании официально никийцев она имеет как бы второе подоплеку но второе имеет свое синонимическое значение это первое отступление вероотступничества и пока церковь стоит твердо и бескомпромиссно простите она в силах помешать окончательному приходу антихриста друзья у нас существует всего лишь на все два пути или победить или быть побежден другого не дано хочу сказать что мы мы можем победить это действительно побеждая написано зло добром это единственный путь которому бог нас призывает никаким образом мы не стоим на том чтобы говорить и утверждать клинкина вышибает и тому подобное друзья но все это мы можем сделать только тогда когда мы будем по-настоящему близко находиться к престолу божий никакими другими путями мы не в состоянии этого сделать если мы будем находиться в близости к богу а я практически уверен что очень мало христиан они понимают что можно служить богу и постом и молитвы я бы хотел вам задать такой вопрос вы когда-нибудь зная знали то что и постом и молитвой можно служить богу такой персонаж интересный в библии давайте мы опять обратимся к слову и ванне от руки 2 глава 36 стих смотрите здесь интересная такая личность тут была также она пророчится дочь фануилова от колена сирова достигшая глубокой старости проживший мужа от детства своего 7 лет вдова лет 80 4 которая не отходила от храма постом и молитвы постом и молитвы служа богу день и ночь интересный момент у нас всегда как бы есть такое понимание служить богу можно что-либо делать на кормить бедных жертвы деньги подметать играть петь танцевать у нас никогда не ассоциировалась служение богу вот таким вот образом постом и молитвы женщина которая действительно не отходила от храма она этим служил я хочу сказать что нам не хватает катастрофически такого служения нам нужно всегда предстоять перед богом за себя за за других людей друзья именно к этому я призываю вас нас каждого нам нужно заполнить эту брешь которая появилась в церкви почему-то несправедливо мы относимся к тому чтобы к молитве к посту давайте в этом смысле мы станем той солью тем царством священников да как бы которые будут священно действовать в области молитвы в области поста это очень важно тем самым мы послужим богу тем самым мы будем угодным инструментом сильным который бог может использовать для того чтобы окончательно этот мир скатился беззаконие шоу друзья все на а 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 Субтитры создавал DimaTorzok